Да, это прописи. Первоклашка Саша охотно показывает, что у неё в рюкзаке портфель лёгкий, килограммы не весит, поэтому и знания даются также легко. Вообще санитарные нормы и правила постоянно учитывали эти требования, они не первый год существуют. В каждом нормативе они прописаны. Сейчас просто они изменились, изменились в сторону уменьшения веса, в силу того, что учебники стало возможно выпускать в тонком, в тонкой обложке, иная полиграфия сейчас. И кроме того, для начальной школы все учебники теперь делятся на две части. То есть на первое полугодие, на второе полугодие. За счёт этого тоже в идеале вес должен снижаться. Однако, начиная со второго класса, предметов становится всё больше, и вес ранца увеличивается пропорционально получаемым знаниям. Майя в школе второй год. Второй год привыкает, что своя ноша не должна тянуть. Когда шесть уроков, очень тяжело. Когда три, четыре, пять, легко. Ну сегодня сколько было у тебя урока? Пять. И поэтому рюкзак такой тяжёлый? Да. Почти пять килограмм. По словам специалистов комитета по образованию, вес рюкзака школьника не должен превышать 10% веса тела самого ученика. Вот наш герой Влад. Вот его школьная сумка. Вес ранца три с половиной килограмма, а вес Влада? Двадцать семь килограмм. Норма превышена. Держи. Медики в один голос утверждают, что родители и учителя должны помнить. Перенос таких тяжестей для ребёнка не пройдёт бесследно. Хотя против школьной программы, как говорится, не попрёшь. Мы сами носим рюкзаки в школу и со школы. То есть дети их не носят. А всё, что в классе, ну, с этим мы ничего не можем поделать. За перевесом в школьном рюкзаке должны следить учителя и планировать расписание уроков так, чтобы ребёнок не таскал лишние учебники и книги. Подсчитано, что для маленького ребёнка носить портфель в четыре килограмма равносильно тому, что если бы взрослый человек каждый день носил на работу килограммов пятнадцать-двадцать. Сейчас у ребёнка портфель перевес три с половиной килограмма, а должен быть два семьсот. Сергей Семёнов, Дмитрий Серпуховитин и Евгений Нестеров. Новости 24. Петербург.